Девушки отдыхают Чтобы суд обязал мою бывшую жену Анну Петровну Разрешать мне регулярно встречаться с моим сыном Двенадцатилетним сыном Максимом С которым она мне запрещает встречаться Несмотря на то, что мы Вот он, к сожалению, здесь не присутствует Она запретила Мы очень любим друг друга Это действительно так, и он бы подтвердил Вы подготовили свои предложения? График, по каким дням, часам, где? Субботу, суббота на воскресенье С пяти до шести Единственное, чтобы вот это с пяти до шести Без ее присутствия Один час? Нет, в субботу в пять мы встречаемся Он ко мне приезжает И в шесть я его привожу в воскресенье На сутки? На сутки Понятно Ну не говоря, что есть какие-то возможности А вы понимаете, почему Ваша бывшая жена возражает против этих встреч? Сами-то понимаете или нет? Я понимаю, что она говорит Слова я понимаю Но они, на мой взгляд, настолько абсурдны И не соответствуют действительности Понятно Ну это сейчас мы узнаем У вашей бывшей жены А вы представьте, пожалуйста Документы, которые подтверждают Что вы являетесь отец Второе Представьте, пожалуйста Документы, подтверждающие Что у вас нормальные жилищные условия Что там еще? И паспорт передайте Давайте Все документы передайте Паспорт я, пожалуй, передам А вот это все Должен в органах опеки Я им отдавал В органах опеки все есть Мы все дадим А, все это есть у вас, да? Да, есть в органах опеки У вас заявление есть Осмотр квартиры Понятно, хорошо Вам слово Ваша честь Меня зовут Егора Ивановна Петровна И я категорически против Общения бывшего мужа с ребенком Объясняю, почему Потому что он извращенец И я сейчас докажу это на суде Дело в том, что Мы прожили 11 лет с Дмитрием И у него не всегда были такие Нездоровые немножко фантазии В плане секса Вот То ему надо, чтобы я в образе ученицы была То в образе какой-нибудь там администраторши Ну это ладно Во-первых, мы были молоды Во-вторых, я его очень сильно любила И думала, что мало ли Ну не то, что мало ли А знаете, как возраст И годы пройдут И угомонится человек Ну не тут-то было В начале кризиса он потерял работу И вместо того, чтобы ее искать Он сказал, что я буду сидеть на домашнем хозяйстве Вести домашнее хозяйство Все такое А я его и взял Ну и ладно, ну и ладно Веди, значит веди Все, значит, вместо этого Он завис в интернете Причем он зарегистрировался На всех порно-сайтах Он общался вот с этими, извините за выражение Бледями, так сказать У него там подружки уже свои были И что такое Вот Кроме этого, значит Он, значит, обзавелся двумя резиновыми женщинами Самое интересное Я это узнала буквально случайно А узнала как Что наш ребенок Шестиклассник Максимка Он видел, что папа, значит В отсутствии меня Мама Пока я была на работе Он их снимал С антресолей Он их прятал на антресолях Он снимал, значит, надувал И занимался Значит, любовью С этими двумя женщинами Ну ладно, с одной бы Ну бог с ним там Мало ли, может, у человека Немножко не в порядке с головой Ну две-то Это групповуху ему уже надо Он же нормально Не понимает ничего Вот Он, значит, подумал Ребенок дома Значит, он ребенка дома сажает Причем потом Максим Как рассказал Что папа, значит Мало того, что он ему показывал Рассказывал Как пользоваться этими тетями Уж не знаю вообще Наглядно он это показывал Или что-то Значит, помогал ему Надувать ему Может, уже воздуху не хватало Или что-то вообще Уже воздуху нету А все туда же С двумя причем Ему надо С двумя Вот И самое интересное Что он сажал, значит Ребенка за компьютер Типа того Ты сынок по себе поиграй А сам, значит С этими бабами, значит В спальню пошел Ребенку из жизни Ань, покажи еще Как я пошел Я не видел Я показала бы Вот так вот Ребенку 12 лет Он прекрасно знал Зачем папа туда пошел И возвращался довольный И такой весь из себя Представьте Но самое интересное Там, ну ладно Бог с ним У каждого жизнь своя Причем мы уже практически Чужие люди стали Мы год вообще Не общались Как муж и жена Вот Но дело в том Что ребенок Нашел вот эти Взял с антресоли Этих резиновых кукол Отнес их в школу И когда не было Учителя Они их там надули Вы понимаете Вот у меня есть Они сделали фотографии Ребята Сейчас ургом Всех телефоны Вот пожалуйста Фотографии Где они носятся Довольные Все из себя Вот это Учитель пришел Он был в шоке В шоке в школу Меня хотели лишить Материнских прав Из-за этого Ребенку вообще скажешь Что ты нормальный Нет Что это такое А у нас оказывается Папа И у папы Не все дома Кругом сейчас Пропаганда секса Вообще на каждом шагу У папы все дома А у нас голая пропаганда Бегает тут живой Как вы долго уже Не живете совместно По какому поводу По поводу того Что он замучил Своими притязаниями Вот этими Анечка Судья спросил Как долго мы не живем Это насильник какой-то Я не про это спрашивал Я спросил Как долго вы не живете В месяц Год мы не живем А три месяца Как мы развелись Официально А до этого Сколько мы не жили А какой смысл Вы вкладываете Слово Год мы не живем Год мы не жили Именно Не исполняли Супрусских обязанностей Сам-то все-таки Ваш сын Хочет общаться С отцом По субботам Воскресеньям Хочет, наверное Хочет Наверное или точно Ты знаешь прекрасно Что хочет Заключение прокуратуры У нас мнение имеется Теперь органы опеки Я представитель органа опеки Вот у меня доверенность И соответственно Все документы Прежде всего К нам заявление Месяц назад Обратился Егоров С просьбой Чтобы мы Воздействовали На его жену Чтобы она Дала ему возможность Общаться с сыном По тому графику Которую он представил Мы знаем Что на основании Части первой Статьи 66 Семейного кодекса Российской Федерации Родители Даже если они живут Отдельно Имеют право На встречу С ребенком На его воспитание И принимать участие В его образовании Но тут совершенно Другой случай Получив это заявление Я обследовала И квартиру Истца И квартиру Анны Петровны У Анны Петровны Дома Сейчас новый муж Но нормальный Дома Нормальный Совершенно нормальный Обстановка Анна Петровна Из Вилина В данном случае Его не важна Он нормальный Я долго беседовала С ним И беседовала С Анной Петровной Из того Что мне Анна Петровна Рассказала У меня сложилось Впечатление Что И органов опеки Тоже Что Нельзя Чтобы Максим Встречался с отцом Без присутствия Анны Петровны Сейчас я вам объясню Вот у нас есть заключение На эту тему Более того Органы опеки Хотят поднять вопрос О том Чтобы лишить его Вообще Егорова Родительских прав Сейчас я вам расскажу Чем это связано Вот у меня здесь все документы Заключение органов опеки Осмотр квартиры Посещение квартиры И моя доверенность Это все для вас Для суда Теперь Мы приехали С моей сотрудницей Молодой женщиной На квартиру К ИСУ Первое, что нас поразило Квартира двухкомнатная Он проживает там С родителями Первое, что мы увидели Это было что-то необыкновенное Все стены Были заклеены Фотографиями Обнаженных женщин В неприличных позах Вся квартира была Вот весь вход Все было заклеено Это еще не все Дальше На стуле Свободно лежали Порно-журналы И журналы Эротического содержания А вы знаете Такой понятие Артхаус Я знаю Но у вас не только Это лежало И ребенок Это вели Не нужно Еще ребенок Не созрел Для того, чтобы заниматься И все это смотреть Кроме этого Артхаус мы узнаем от вас Да Лежали диски На дисках были фильмы Эротического И порно-содержания Все это было И да С электроником вместе Все это было В доступности Для ребенка То есть ребенок Мог прийти Все это смотреть Но это еще Вы знаете Это еще все ерунда По сравнению Со следующим Когда мы вошли Куда у матери Он если пришел Они Когда мы вошли В вашу комнату Мы вообще были поражены Дмитрий Сергеевич Вы меня должны убеждать А не их Когда мы вошли В комнату Дмитрия Сергеевича Где он проживает Он знал прекрасно Что мы придем У него на диване Лежала надутая Вот эта самая кукла Он даже не смутился Что мы вообще Не его подруги А представители Вообще органов попеки Он ее небрежно Сбросил на пол И сказал А теперь садитесь сюда А что он должен был сделать Он должен был извиниться И сказать Ох простите Что в моем доме Находятся предметы Которые мне нужны Я думаю Что этот предмет Когда к нему пришли Женщины Просто Я не говорю Даже представители органов опеки Он должен был убрать Конечно Так он и убрал Вы же сказали Что он его убрал Когда мы вошли Он ее при нас Сбросил на пол Невежливо обошелся С куклой Очень невежливо А куклы печете Плюс ко всему Он начал рассказывать Скабрюзные анекдоты Приставать к моей напарнице Делать ей всякие Неприличные предложения И вообще так Как он себя вел Он вел себя неадекватно А ваша напарница Женщина Моя же напарница Молодая Молодая Наша практиканка То что он допускал себе Вы знаете В суде даже неудобно сказать Ну Женщина вышла Он что Он что Оскорбил ее Каким-то образом Ну он не забывал Провести рукой Где только можно Ущипнуть Где есть возможность Я ей руку поцеловал Два раза И все Не только руку Начнем с этого Так И плюс ко всему Предлагал Разные скабрюзные предложения Так Мы ушли оттуда Что называется Просто вылетели А не ушли Невзирая на то Что мы сталкивались Со многими Скажите мне Конкретно Процитируйте Какое Одно Какое-то предложение Которое вы слышали Из уст истца Из уст истца Он сразу сказал Моей напарнице Ты наверное Давно мужика не видела Так вот тебе какой мужик И мне кукла не нужна И ты хороша Это Гедема Пассан Между прочим Жизнь займы Там у него В данном случае Это был Гедема Пассан Понятно Ну что ж И руки тем более Наверное Распускать не нужно было Давайте Давайте мы выслушаем Итак Итак вы Последняя фраза Только Мы выступаем Именно поэтому Не на его стороне А на стороне Анны Петровны И считаем Что Максим Может встречаться С отцом Только в присутствии Матери Понятно Как прокомментируете Слова Органов опеки А вы пока Передайте мне Все документы И у ответчика И у органов опеки Слушаю вас Упоминал Тут вот так сказать Фамилии Да и Орхол И Шапеля Дэвид Это известнейшие Представители Классики Артхауса И действительно У меня Вот Я могу даже показать Вот у меня здесь Я принес У меня кофе Передайте Возьмите пожалуйста Посмотрите Вот и Орхол Здесь и Шапель Это все артхаус Да? Да конечно Это не мной Придумано направление Просто жена моя Анна Петровна Я ничего не хочу сказать Обидному А и Вера Викторовна Ну не очень разбираются Понимаете Они знают там Классифизм Реализм А вот это Вот они не сильные Это не порнография Не эротика Вот Никаких порносайтов У меня нету Там Тинто Брас Там Эммануэль Ну сами понимаете Это классика Ну определенного направления Вместе с Чебурашкой Если бы сын Ко мне пришел Ну конечно бы я это убрал Ничего бы не показывалось Естественно В свое время Когда он подрастет Он это увидит Тут даже и Он сам всему научится Если мы сам все увидим По поводу резиновых женщин Резиновых женщин Во-первых Две получилось Почему? Потому что Одна сдувала Дешевле было Технический брак Я вторую приобрел Распродажа была Она целый год С любовником Жила Я понял вас Достаточно Больше никаких Мне сведений получать Не надо Вы только скажите Вы Настаиваете на своих требованиях Встречаться с сыном? Да Да конечно А вы Отказываете В моем присутствии Понятно Значит я хочу сказать Что Вот эти фотографии Которые Мне предъявил истец Они не Сексуальные И не порнографические Это Эротического Эротического Характера Я прошу Я прошу Передать органам опеки Для того чтобы Органы опеки Сказали Эти плакаты Находятся Или не эти Он наверное Самые приличные Принес Эти плакаты Эти Но были еще Суд удаляется Для принятия решения Вы пожалуйста Заберите И положите Ко мне на стол Рассмотрев материалы Дела Оценив По совокупности Все представленные Доказательства Суд приходит К выводу Что Заявленные Истцом требования Должны быть Удовлетворены В полном объеме Органы опеки На взгляд Суда По мнению Суда Неправильно Оценивают Те произведения Искусства Которые находятся В квартире Отца Ребенка Поэтому На основании Решения суда Один раз в неделю С 17 часов Субботы До 18 часов Следующего дня Воскресенья Вы имеете право Общаться Со своим ребенком На той территории Где вы считаете Возможным Органы опеки В соответствии С этим решением Суда Обязаны контролировать Выполнение Решения суда И не препятствовать Его Выполнению В полном объеме Вам понятно Решение суда Слушание Дело окончено Решение суда Иск удовлетворить Редактор субтитров Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...